Всем привет, с вами Андрей. В этом выпуске я решил рассмотреть такую интересную тему, как эксцентрическая нагрузка. Что это такое? Когда мы выполняем обычные, например, подтягивания, отжимания, поднимаем штангу на бицепс или жмём лёжа, то идёт как раз концентрические сокращения, когда мышца уменьшается в длине, то есть мышцы на локон сужаются, уменьшаются, тем самым выполняя работу. В обратной негативной фазе при опускании мышцы в длине увеличиваются. Это называется эксцентрической фазой, то есть фазой эксцентрического сокращения. Во время эксцентрических повторений наши мышцы получают наибольшее количество микротрамм во время тренировки, тем самым как раз запуская процессы гипертрофии, то, из-за чего вообще мы тренируемся, то есть получать побольше микротрамм, потом восстанавливаться, компенсировать всё, то есть суперкомпенсацией выше того, что у нас было. Тем самым идёт как раз прогресс. Если недостаточно мы травмируем наши мышечные волокна, то прогресса, собственно, и нет. Поэтому как раз нужна постоянная прогрессия нагрузок и много всяких разных вещей вообще в тренировке нужно соблюдать. Когда смотришь выступления гимнастов-кольцевиков, в первую очередь в голоса бросается большой бицак, то есть он реально у них здоровый такой, налитый, и смотрится он намного лучше, чем у бодибилдеров. У билдеров как бы он здоровый, но у них и всё здоровое. А вот у гимнастов бицак относительно многих других мужеств выглядит реально здоровенным и смотрится офигительно. В чём соль, в чём секрет именно такой здоровой бицухи гимнаста? Во-первых, при обычных сгибаниях на бицепс большую часть нагрузки забирает плечевая мышца, то есть бархиалис, она находится под бицепсом. Может забирать там чуть ли не от 60 и выше процентов вообще всей нагрузки при сгибании. Бицепс также участвует в супинации, но в супинации тоже большой нагрузки сильно добиться вы там не сможете. А вот большой нагрузки бицепс как стабилизатор добиться можно при выполнении таких вот упражнений. Это, например, горизонт с такой постановкой рук, то есть супинацией, также крест и самолёт. В чём соль? Вот, при выполнении такого упражнения как раз нагрузка идёт на локтевой сустав. В это время бицепс работает как стабилизатор. Он тянет как раз на задистальное сухожилие, которое идёт от бицепса как раз с лучевой кости. Тем самым он не даёт локтю вообще прогибаться в обратную сторону. То есть нагрузка на локтевой сустав падает, и она уходит как раз именно на бицепс и на эту связку. Тем самым не допуская травмирования самого сустава. В чём соль может быть? Первое. Вы видели многие картинки, и у многих есть, пишут, как разжаваются проблемы, что при выполнении перед самолёта локоть начинает сильно болеть и вообще выгибается в другую сторону. Это связано с тем, что у вас либо связки длинные, бицепс короткий, и ещё вдобавку у вас как бы связки эластичные. То есть они не кондовые, хорошо тянутся, тем самым нагрузка со связки из бицепса уходит на локтевой сустав сам. Может быть и обратная ситуация, вот как у меня. Когда бицепс длинный, мультистарский короткий, ещё фиговый, то есть я, например, сильно растяжкой не увлекался, у меня как раз они плохо растягивались. Тем самым большая часть нагрузки падала именно на бицепс и на связку. Тут уже риск травмирования идёт, собственно, на саму связку и на бицепс. Поэтому, чтобы выполнять все эти упражнения безопасно относительно, желательно соблюдать баланс, чтобы у вас и сильно нагрузка не уходила на локтевой сустав. Потому что я знаю случай, например, парень, я не помню в каком городе, писали, что тренировал самолёт и сломался локоть. То есть реально можно и такое получить. Либо вот при удержании самолёта, например, там горизонта нижним хватом креста или там в нижней фазе пареньца, большая как раз эксцентрическая нагрузка, то есть растягивающая. Тем самым может произойти как раз травмирование мышц, связок, то есть какие-то сильные растяжения или вообще даже разрывы. В чём особенности как раз именно этого типа тренинга? Во-первых, при большом натяжении наши мышцы, то есть связки и мышцы, когда натянуты, мы выполняем какие-то элементы, упражнения на прямые руки, например, то мы, конечно, получаем больше микротрамм, но и важно, что мышечные волокна эффективнее включаются в работу. То есть мышцы и связки натянуты, и мышечные волокна напрягаются даже те, которые в обычном режиме, они там сильно не работают, то есть мышцы вообще прокачиваются по полной. Это также хорошо и развивает нервно-мышечную связь. Такого добиться просто в негативных повторениях как бы не так эффективно, поскольку это динамический режим работы, а вот в статическом режиме работы, когда мышцы у нас противодействуют как раз этому, то есть эксцентрической нагрузки. То есть вот мы напрягли, например, руку, мышцы напряглись, мышечные волокна не изменяются в длине. Когда я начинаю давить, то есть вот сейчас эксцентрической нагрузкой воздействую, то бицепс, брахиалис, все другие мышцы противодействуют этому, тем самым получают наибольшее количество микротрамм, сильнее включаются опять же все мышечные волокна в работу, и в таком режиме наши мышцы способны выдать больше силы, нежели в обычных подъемах, то есть в обычных концентрических сокращениях. Это опять же связано с тем, что усилие передается эффективнее за счет натяжения как раз всей мышцы и натяжения собственных связок. И самую большую силу, которую мышца сама может выдавать, это именно на прямые руки, когда она максимально растянута. Вообще эксцентрических сокращений в природе не существует. Это просто так назвали. На самом деле наши мышцы могут либо просто уменьшаться в размере, сокращаться, либо противодействовать какому-то воздействию, то есть растяжению. Это называется хоростатической нагрузкой, когда мышцы напряжены и не изменяются космичного окна в раздлине. А растягиваться они могут только под внешним фактором, а не под внутренним. То есть нервный упыль может заставить мышцы либо напрячься, либо сократиться, но никак не растянуться. Поэтому вся суть всех этих эксцентрических нагрузок и сокращений в том, чтобы нагрузка как раз на мышцы падала, когда они максимально растянуты. Итак, где, в каких упражнениях различные группы мышц будут получать наибольшие как раз нагрузки в плане того, что они будут максимально растянуты, и эксцентрическое воздействие будет по полной, и по полной будем получать микротравмы. Ну, для груди, например, это вот даже сам Арнольд говорил, что он делает именно разводки на гантель, потому что грудь хорошо растягивается, но относительно жима лёжа это упражнение эффективнее. Ну, только вот веса будут такие большие, не сможете взять, понятное дело, поскольку травма опасна относительно. Именно такой режим работы как раз ещё хорошо растягивает сами мышцы, мышечную фацию, тем самым появляется вообще возможность для роста какого-то мышцы. Это намного даже эффективнее, нежели просто, например, растягиваться. То есть такие вот тренировки именно с натяжением, растяжением способствуют как раз построению красивой мускулатуры. В плане элементов, ну, тут всё достаточно понятно, то есть на бицепс, на плечи, на грудь, то есть это крест и самолёт. Также там на плечи, например, горизонт, на тридцепс, всё там, обратный самолёт, да, диван, ну, impossible относительно, конечно, там всё равно динамический режим работы. На широчайший это виз, также, ну, вот, например, во флажке на верхнюю руку опять же идёт большая нагрузка эксцентрическая. На ласточки, при исполнении ласточки стакана нагрузка выпадает на поясницу, в удержании драгонфлага на пресс, в передней весе также на пресс, как раз стакана нагрузка выпадает. Итак, подытожим. Эксцентрический способ тренировок поможет нам в развитии нашей мускулатуры, построению как раз хорошего телосложения, а также развития силы и также возможные гибкости. Но гибкость лучше всё-таки стараться отдельно вообще тренировать, поскольку без какой-то гибкости именно в связках, то есть если связки будут неэластичные, то такие тренировки рисуют большой риск травмирования. Поэтому, чтобы обезопасить себя, во-первых, нужно, опять же, до тренировки чуть-чуть порастягиваться, там, совсем слабенько. После тренировки, когда у вас все там памп с мышцой идёт, то есть налитость тоже чуть-чуть порастягиваться, в дни отдыха можно также порастягивать, там, всё, что надо плечи порастягивать, там, бицепс, спину, ну, в общем, всё, что... всё, что вы тренируете, то и надо порастягивать. Второе. Между такими тренировками нужно давать большой отдых, сколько травм получаете вы достаточное количество. Нужно делать как минимум, там, сутки, двое суток, лучше вообще трое, да? Ну, давайте приведу пример. Например, мы выполняем такую тренировку, держим, там, тренируем там самолёты, кресты, что-то типа такого, весы, потом день ничего не тренинг, потом следующий день тренинг вверхбазу, без дополнительных весов, так чисто по пампе, потом опять день не тренинг, потом день тренинг вверхбазы с дополнительными весами, потом опять день не тренинг и тренинг как раз вот такие, или два лучше даже, И тренинг вот уже опять направлено, собственно, сами элементы статические. Такой большой промежуток времени между этими тренировками даст как раз полное восстановление, тем самым минимизирует риск травмирования во время таких тренировок. Последний совет, не стоит тренироваться только так, нужно также комбинировать с обычными тренировками, то есть концентрическими. Во время таких тренировок, то есть не статических, а вот динамических, базу трените, не забивайте на негативную фазу, то есть пытайтесь как-то там в ней концентрированно опускаться, это будет плюс для вас. Почему нельзя только статику долбить такую вот на прямых руках, именно с натянутыми все время связками и мышцами, поскольку они будут давать небольшой вообще гормональный отвлек, потому что во время как раз такой тренировки мышцы плохо наливаются кровью, меньше как раз к ним несется питательных веществ, кислороды, и гормональный отвлек слабоват относительно. То есть микротраму мы получаем больше, но гормональный отвлек слабоват. А нам нужно совместить и травму, микротраму, и гормональный отвлек, чтобы был. Ну а это все, надеюсь выпуск оказался для вас полезным. Пишите вопросы ваши в комментарии, по некоторым я лучшим выберу, сделаю отдельный выпуск. Просто сняйте это видео в социальных сетях, тем самым помогайте мне, я помогаю вам снимать такие видео. Тренируйтесь в сумме, всем удачи, пока.